1943 год. Сражение на северном фасе Курской дуги. Рокоссовский точно рассчитал направление главного удара. Было понятно, немцы начнут наступление в районе станции Паныри через Тепловские высоты, самый короткий путь на Курск. Немцы прозвали этот небольшой поселок Курским Сталинградом. Советские солдаты ценой своей жизни остановили тысячи вражеских танков. Один из них Иван Грачев. Служил в звании старшего сержанта 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он погиб 10 июля 43-го года, а 15 июля армия Рокоссовского перейдет в наступление. Старшему сержанту было всего 20. Он пал смертью храбрых возле населенного пункта Паныри. На родину Звенигород вернулся спустя 75 лет. Решением общероссийской общественной организацией по увековечению памяти погибших при защите Отечества поиск награжден медалью шагнувшим бессмертия посмертно. В ноябре 2018 года в ходе экспедиции поискового отряда застава святого Ильи Муромца были найдены останки старшего сержанта Ивана Грачева. Также нашли и перочинный ножик с надписью «Милосердов Грачеву, 1943 год». Эти артефакты и помогли установить личность погибшего. Спасибо Ивану за то, что смог защитить нашу землю. Благодаря ему мы здесь, благодаря ему мы живы, благодаря таким героям, как Иван Гречев, мы стоим в таком уверенном государстве России. Пусть покоится с миром и пусть никогда не повторится той страшной трагедии. Вечная слава героям. Спасибо поисковому отряду. Спасибо, что мы сегодня все вместе отдадим дань чести и памяти. Совсем молодым он ушел от нас и останется в памяти 20-летним. Вечная слава героям. Иван Грачев нашел свой покой на родине в братской могиле мемориала славы в центре Звенигорода. По словам родных бойца, в их семье из семи мужчин, ушедших на войну, не вернулся ни один.